Всем большой привет! Как всегда, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня готовлю очень вкусный и очень простой, наверное, самый простой ягодный пирог из всех возможных. Ягодная галета на творожном тесте. Галеты готовятся на самых разных типах теста. И на твороге, и на масле, и на заварном тесте. Сегодня вот такой вариант. Присоединяйтесь, приготовим вместе. Ягоды берите по своему вкусу и сезону. Для приготовления потребуется 150 грамм муки, 1-2 столовые ложки сахара или вообще без него, 70 грамм охлажденного нарезанного кубиком сливочного масла, 120 грамм творога, без крупинок явно выраженных, лучше пастообразного, пол чайной ложечки разрыхлителя и щепотка соли четверть чайной ложечки. Молоко берите опционно, по потребности. Если потребуется, возьмите 1-2 столовые ложки охлажденного молока. В просеянную муку добавляем разрыхлитель, соль, сахар, слегка все перемешиваем лопаткой. Добавляем нарезанное кубиком сливочное масло и перетираем. Либо рубим ножом, либо перетираем лопаткой, руками, кому как удобнее. Добавляем творог. Творог тоже из холодильника берем холодный. И замешиваю тесто. Тесто должно получиться достаточно плотное. Потом его желательно охладить. Если есть время, оставьте холодильники на час. Можно заранее оставить тесто на ночь. Если наоборот торопитесь, поставьте в морозилку, как я. Я обычно так и делаю. На 10 минут просто оставляю тесто в морозильной камере. Вообще-то отличный такой вариант быстрого, ленивого пирога. Без всяких заморочек. Мне дополнительное молоко не потребуется. Если у вас получилась более сухая смесь, более сухое тесто, то влейте до нужной консистенции ложечку-две молока. Все будет зависеть от творога. У меня достаточно влажный, пастообразный творог был. Как-то длительно тесто вымешивать не нужно. Просто, когда все компоненты соединятся, и тесто соберется в ком, достаточно. Вымешивать дополнительно не нужно. Отправляем тесто охладиться. Перекладываю тесто в чистый пакетик и слегка его расплющиваю, чтобы быстрее охладилось. Для начинки потребуются любые ягоды, как я уже сказала. Я беру сегодня 350 грамм клубники, сахар по вкусу, на 3 столовые ложки 45 грамм, и к сахару добавляю 1 столовую ложку крахмала. Просто все соедините. Крахмал нужен для того, чтобы не было чересчур влажная галета, не отмокалось слишком. И присыпаем этой смесью клубнику. Аккуратно перемешиваем. Можно нарезать. У меня мелкие такие остаточки уже, поэтому я не нарезаю. Тесто охладилось за 10 минут. Раскатывать буду сразу на пергаментной бумаге, либо на силиконовом коврике это можно делать. Подсыпьте слегка поверхность мукой. И раскатываем. Раскатайте пласт. Периодически подсыпайте поверхность мукой. Помогайте себе, чтобы тесто не подлипало. Если будут какие-то неровные края, то это абсолютно не важно. Раскатываем тесто тоненько, буквально 2-3 мм толщиной. Выкладываем в центр начинку. И формируем галету. Просто заворачиваем краешки. Вверх абсолютно произвольно защипываем. Слегка приподнимаем, если подлипло тесто, вместе с листом бумаги. Если есть свежий фиолетовый базилик, добавьте несколько листочков. Вас это сочетание удивит. Это просто отлично будет. У меня, к сожалению, сегодня нет. Поэтому все максимально просто. Смазываю бортики взбитым желтком с чайной ложечкой молока. Переносим на лист и выпекаем 200 градусов около 30 минут. Готовую галету перекладываем на решетку и полностью охлаждаем. Можно по желанию присыпать сахарной пудрой. В горячем виде она будет очень сочная. Прям очень много соков не будет. Я еще на этом кадре разрезаю горячую, сочную. После полного охлаждения она получится вот такая. Сейчас покажу кусочек уже после холодильника. После того, как она полностью остыла. Прелесть этого пирога в том, что очень много начинки, очень много, сочно, вкусно. Даже под этим кусочком теста, под бортиком, много начинки вкусной. Приготовьте, попробуйте. Отличное творожное тесто. Вкусно, просто и быстро. Приятного аппетита! Вкусной вам галеты! До скорой встречи!